В конце 90-х на заводе ZIL, разрабатывался проект под названием TM1131. Одна из главных и, вероятно, уникальных особенностей заключалась в том, что он имел рамную конструкцию. Автомобили данного класса не отличаются подобной конфигурацией. Данное решение, возможно, сделало бы его самой безопасной малолитражкой в мире. Разработчики этой модели изначально планировали создать очень дешевый автомобиль. ZIL 1131 оснастили компактным двигателем, который развивал 70 лошадиных сил. Такое сочетание вкупе с малым весом обеспечивало разгон до 155 км в час и расход топлива в 5,8 литра. При этом российская модель, несмотря на свои габариты, создавалась как универсальный автомобиль. Ее клиренс достигал 185 мм, что больше, чем у многих современных кроссоверов. Автомобиль должен был получить неплохое оснащение. Предсерийные прототипы комплектовались системой кондиционирования, рулевым электроусилителем и АБС. Были также версии, оснащаемые автоматической КПП. Разработчики несколько раз отказывались от этого проекта. Сначала это произошло после развала СССР. Второй раз о проекте забыли в 1998 году. Но внезапно в 2012 году российские СМИ стали сообщать о том, что ЗИЛ 1131 не только начали разрабатывать, но автомобиль должен был пойти в серийное производство и поступить на российский рынок. Произошло это в период, когда иностранные компании заявили о намерении инвестировать в развитие автозавода ЗИЛ. Именно они намеревались завершить разработку данного проекта, полагая, что машина будет пользоваться высоким спросом. Их предположения основывались на вполне логичных доводах, на начало 2010-х годов российскую малолитражку оценивали в 170 тысяч рублей. Однако в итоге проект был забыт, а завод ЗИЛ разобран. Известно, что к текущему моменту собрали 11 экземпляров. Из них только 4 автомобиля находятся в частных руках.